Дмитрий Лукашев, партия Родины, кандидат партии Родины по 138 округу, это где Игнатов у нас идет, я его противник. Я генеральный директор группы компании Техногаз, строительство, обслуживание газопроводов. Я бы сказал, это последняя ведущая крупная компания, частная в Новосибирске, в Новосибирской области. У нас по всей стране все монтеполизировал Газпром, и я на последние вопросы отвечаю, чем я буду заниматься после выборов. Есть два пути, если я прохожу в Госдуму, то я буду там работать, но в любом случае, и в том, и в этом, я буду заниматься слиянием с Газпромом. Потому что, ну, такой момент, если его упустить, то потом они берут все бесплатно. Лучше сейчас отдаться. Вот так. Ну, по поводу прогнозов. Прогнозы, какие бы я ни давал, на футболе, футбольный счет, никогда я его не угадывал. Поэтому, здесь я от обратного, чтобы не угадать его, я скажу, что партия «Единая Россия» 60% возьмет, и ее сопутствующие три партии основные, там они все вместе будут, «Яблоко» дам 10%, партии «Родине» дам от силы 3%. Ну, про Барнас я говорить не буду, не знаю. Вот такой прогноз. Какие еще? А, 38%. Вот тут я прям. И, кстати, Иван Валентинович, вы про козлов зря сказали, вы их сутками морили голодом, у вас тут партия экологическая сидит рядом. Я думаю, она не приветствует это. Лечебное голодание. Лечебное голодание. Да, столько обращений животных. Больше не было вопросов, да? Поглияют ли результаты выборов, вот в таком виде или ином, на ситуацию в стране и в регионе? Произойдет ли что-то существенное в связи с итогами этой избирательной кампании? Внутреннее ощущение, что они повлияют непосредственно, но повлияют в каком плане? Все равно придут, даже внутри тех партий, которые у нас в партии власти, все четыре, да, там внутри, приходит более молодой состав, и даже в самой Единой России наблюдается некий такой раскол, да, сейчас. И вот в результате омоложения, да, придет все равно более, ну, как бы это объяснить не консультивно, а более резкие люди, которые в течение двух лет, ну, первые полгода, мы понимаем, это организационная там работа в Госдуме, когда, ну, надо наладить все связи внутренние, команды и прочее, а потом вот пойдет, я думаю, что в течение двух лет будет меняться, ведь состав Госдумы уже не поменяется, придется работать как-то, да, но будут менять, вот в течение двух лет начнут все это делать, изменятся. Спасибо. Ну, кстати, и состав Госдумы можно поменять, в чем проблема? У президента есть конституционное право распустить Думу и выбрать новый, лучше прежний. Так что можно было, конечно, задать еще один вопрос, как, по-вашему, сколько проживет эта Дума в свои положенные пять лет, или прекратит свое существование раньше, но это уже совсем из области фантазии. Продолжение следует...